Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 211. События дня. 2 Фессалоникийсам 3.10. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. За 10 июля 2016 года. Далее сами считайте, находите и смотрите. Это очень важное сообщение. Потому что самая опасная подделка сегодня там, где думают кого-то спасать, будучи сами не спасенные. Это священство, экология, Роснадзор. Вот подсматривать за кем-то спасают они. Кого спасают, когда сами не спасенные. Пожарный спасает, он сам спасен. Если миссионер, он должен отвечать своему назначению. Но что удивительно, вот сейчас такая катавасия, опять это нападение на детский лагерь наш православный. Милиция занимает позицию нейтральную. Никакого участия не принимает в подавлении нас. Каждый день звонки и звонки по интонации голоса видно, благожелательно. Как у вас дела? Вчера на крещении мы находимся. Крещение. Это в году раз один бывает. Ну кто опоздавший. Бывает батюшка отдельно еще крестит несколько раз. Но главное это 10. Как у вас дела? Кто звонит-то? Да милиция. А бывает Роснадзор. Это не Роснадзор, а что-то там это. Прокуратура. Как у вас дела? Я говорю, отлично. У нас сейчас крещение. Ничто не беспокоит вас? Нет. Сколько ребятишек? Все. До свидания. Всего хорошего. Нормальный разговор. Я все думаю, почему милиция так себя ведет. Или от того, что держится за свое место. Жалобы имеют какие-то последствия. Им хорошо платят. Бог его знает. Я отвечаю так. Это молитва. Молитва. Мы всегда молимся за молитвы и за пожарных. Всегда. Благослови Господи. Опасная работа тех и других. Чтобы Господь сохранил их. И когда их, если не будет тех и других, люди вздрогнут. Тогда поймут, как надо было ценить тех, кто... Моя милиция, говорит, меня бережет. По Маяковскому. Ну, сказать-то нельзя. Если сказал, значит, я что-то подлизываюсь под милицией. Мне зачем под нее подлизываться? Никакого отношения мы к ней не имеем. Но отношения хорошие. Вчера приехал один пристав Алексея на пенсию уже. Вы видите. Такой, говорится, хорошего человека много должно быть. И вот он здесь был. Радостный, веселый. Я его по животу похлопал. Ну, там, утроба. Я говорю, ты что же ты так разбухался-то? Совсем на одном мамону работаешь. Куда же это? Ты же умрешь. У нас был такой потеряевский Вагнер. Николай Николаевич. Четыре высших образования. В трех родах войск полковник. Не раз представляли на звание генерала. Но любил выпить и крепкий. Тринадцатикратный чемпион, кажется, по самбо. Или там, какие были тогда виды борьбы в милиции. Собрался ехать в аэропорту и умер внезапно. А он моложе меня лет на шесть. Да уже несколько лет умер. Лет пять назад. Я каждый раз ему говорю, ну что ты как бревно такое. Он опять меня мусалом по земле сам смеется. Хороший человек, все, невоздержность погубила все. Так этому я говорю. Вот Алексей, еще это так. А он батюшке вчера в виде жалобы. Игнатий, ты меня вот по животу и опять обличал. Но батюшка говорит, правильно говорил. Чего ты так это? Прям невероятно. Как будто внарочно набил подушки три на животе и затянул простынью. Они были вчера. И вот нас спрашивает. Он пристав. Ну, когда-то приезжал по каким-то делам. То есть у нас отношения всегда почему-то... Ну, почему Бог? Вот. Теперь вот смотрите. Психиатрические диагнозы. Внимание. Притом это не мои распечатки. Просят распространить. Вот. Третий том. Третий том, говорю. Третий ролик. Роспотребнадзор. Атакует детский православный лагерь Стан. От первого седьмого. Вот-вот появится второе. Второе посещение. После этого еще было посещение. Но более сильное. На двух, на трех машинах. Вот. Сергей Рожин. С превеликим удовольствием... Это под этим роликом. Вот такие надписи. Ну, не каждый заходит и прочитает. С превеликим удовольствием посмотрел именно это видео о противостоянии с системой нашей. Заточенной против народа. А реализуемое нами, идиотами. Абсолютно точно. Это надо показывать, как видимо инструкцию всем. Долгих лет организатору лагеря и всем причастным. Алексей Акуратин. Вот так всегда у нас. Протоколируют всегда не полностью, как хотят. А потом дают неверную формулировку и начинают своевольничать. В суде, если понадобится протокол этот, судья будет неправильно информирована и будет вынесен неверный вердикт. Уже заранее начинают лживо наперед писать поклёп. Правильно Игнатий Тихонович говорит, что не будет подписывать лживые документы. Должно, если протокол составляют, протоколировать полностью без всяких сокращений. И ничего не убавлять, не должны и не прибавлять. А сейчас ещё и спорить начинают, что документ подписывать отказался. Как отказался? Я их приглашал, 11 раз приглашал войти в лагерь. Документы подпишу, но только не лживые, что мои -то слова были записаны. По этой теме, по Тимофею, которого увезли вчера уже, всё, ну, улетел в Москву или улетает там. Сейчас он в Барнауле должен быть. Уже была милиция и прокуратура, ничего не нашли. Расстались прекрасно. И вдруг по этой же теме, ну, то есть, вдобавку, то есть, у Роснадзор, это уже, видимо, дворкинская свора бросилась. Это просто самое худшее, что есть это миссионерское отдело. Совершенно бессовестное, совершенно неверующее, дьявольская как будто бы какая-то система. Нельзя подладиться под миссионеров. Всё можно, под президента, под патриарха, можно, но не миссионеры. Миссионеры – это полностью сосуд Духа Святого. Бог открывает души людей. И кладёт на язык, что сказать, чтобы душа обратилась. Которые люди были и крестились, это всё через интернет пришли, называя интернетное. Я вчера призвал помолиться за Тим Бернар Сали, изобретателя, или как его назвать, интернета. Тим Тимофей. В суде это всё имеет большой вес. Думайте всегда наперёд, что подписываете. Для чего подписываете? И зачем это надо? Учитесь. Не спешите никогда, ибо ваша подпись может обернуться против вас. Ну, я судился много лет в общей сложности, если так взять, только за возврат того, что изъяли. 11 лет у меня шёл суд. Я с судами знаком очень и очень хорошо. И скажу, что Алексей Куракин говорит абсолютную правду. Но у меня фактически поражения ни одного в судах не было. Так Бог сделал. Многие молятся, молились. И я выиграл этот суд. Выиграл. В общей сложности они должны были мне, государство, 11 миллиардов. Недониминированных тех денег. Валера Соломатин. Какие проверки. Им что, трудно поднять одно место и посмотреть этот канал? Да такого лагеря во всём мире не найти. И добавляет. Где этих женщин воспитывали? Уверен, что из детей, воспитанных в православии, таких лживых и никчёмных специалистов не получится. Так держать, Игнатий Тихонович. Четыре восстязательных знака. Вот эти приезжают и отзывы какие. Люди же видят, что всё это зряшно. В наркопритоны, в школах, их это не касается. Около трёх миллионов, как говорят, беспризорных в стране, как в гражданской войне, их не касается. Здесь счастливые дети. Поют, играют, отдыхают. Выздоравливают, даже больных присылают. Надо разгромить, надо раздавить. Ну что тут непонятно-то? Готовят манкуртов под Антихриста. Это заказ очень высокого ранга. Так, кто-то непонятно пишет. Молодец, что не прогнулся. Ты правильно всё говорил. А полицейские хитрые вашим и нашим. Вот только под одним роликом сколько подписей. Ни одной не выбрасывал. Говорит, выбрасывайте. Выбрасывайте, когда видно, что не туда забрёл человек. Хулит там, троллит или... Ну, бывает такой флудер просто. На 20 с лишним моих роликов бросает одну и ту же тему против меня. А зачем это нужно? Алексей Матюшин, Казахстан. Что ж ты молчишь? Хотя его подсказал, в чём мне каяться. Ответь, в чём я виноват? Я спать не могу. Я отвечаю. Спи спокойно. Он снова. Да скажи ты ради Христа, в чём моя вина? Как же я могу спать спокойно, коли ты ничего не объяснил? Христом Богом тебя прошу, не молчи. Ну, вот видите, какие. Мне отвечать тут это всё накладно. Я сказал до 10 октября. Ну, успокойтесь вы. Дальше. Я отвечаю. Будь спокоен, спи. К тебе нет у меня претензий. Ты их сам измышляешь. Вот измышляешь, а ты это сейчас придумываешь. Мнительность у тебя болезненная от грехов прошлых и настоящих. Алексей Матюшин. Спаси Христос. Страшнее смерти мне потерять милость Божию. Если Бог отвергает, у кого искать защиты? Ну, я простой человек. Ну, зачем он открывает душу свою? Иди, там батюшки есть. А батюшка ещё служба не кончилась. Во время литургии вино всё выпивает в алтаре. Он пожаловался архиерею. Вина не хватает. Батюшка в алтаре пьёт во время литургии. Ну, нормально ли это? В какой секте это найдёте? Самое страшное. Изуверска этого не встретишь. Нормально. Архиерея его защищает. Его защищает, а не Алексея. Алексей даже в больнице лежал под капельницей. Сбили. Наталья Чумичёва. Это с моего мира. Здравствуйте, Игнат Тихонович. Храни вас Господь. Каждый день вас смотрим, считаем. Очень рады, что Господь вывел нас к вам. Берём пример, учимся. Низкий вам поклон и дай Бог сил. Слава Христу. Что интересно, вот эти так называемые миссионерские отделы, патриархии, то есть подделка, то есть дьявол принимает вид ангела света. Это нельзя делать. Они узнают, ага, Наталья Чумичёва сейчас бросается на неё, да ты что слушаешь, это псевдоправославный, это и прочее. Ну, все их имена-то уже десятки раз озвучены. Что-то не слышно сейчас в последнее время, то ли им не до меня, или Господь так закрывает всё-таки им глаза. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Качество деревенского интернета здесь сродни качеству выразительности чтения среднестатистического русского панамаря. Хо-хо-хо. Ой-ой-ой. Посему о новостях из стана вашего лагеря сужу лишь по картинкам роликов и их названиям. Вижу, что Роспотребнадзор пожаловал в гости, в кавычках. Да сохранит и убережёт Господь Бог ваш лагерь и деревню, а всяческих бед и напастей. Вот. Видите, забота какая. А миссионеры пишут, это главный виновник Лапкина, вот только этот Соболев, его надо. Он преподаватель государственного университета, государственной академии и ведёт курсы при епархиальном отделе Красноярского края. И этот-то плохой. Об Игнатье хорошо отозвался, самый плохой. Это миссионерские отделы, они лютуют, они одержимы злобным духом ада. Они всех ненавидят их. А во главе Дворкин. Дворкин. Из психиатрии не вылазит, наркоман, мошенник, шулер. Все слова на него свалились сейчас. И они хвалятся, я уважаю Дворкина. Так как тебе не уважать-то одного поля ягода? Ворон ворону глаз, говорит, не выкусит, кабель на свой хвост не наложит. Чё тут доказывать-то? У нас тут тоже идёт духовная работа. Жатва есть и здесь, есть и подвижки. В начале изучения апокалипсиса на дому с нашими близкими. Молительно пребываю с вами. Обнимаю во всю возможную крепость местного интернета. Храни вас, Христос. Благодарю, Юрий. Также и вас обнимаю. Наталья Килина. Всё это по моему миру. Спасибо, уже посетила ваш сайт. Да благословит вас Бог за ваш труд. Тут Райхан не могла приехать. Мама заболела. Я отвечаю. Райхан, можете приехать в любое время. Вас одну покрестит батюшка при народе Божьем. И вот выставил мне разговор Тимофея с мамой 6 мая 16-го года. А 10-го он будет уже в Барнауле. В 9 номер такой-то. Тут, кстати, Гусакова непонятно, кто это. При чём она? Она Гусакова, мама его теперь. Михаил Батугин, видите, адреса. Кому это? Мне он прислал. Я сделал распечатку. Это он распечатку написал. И вот я не буду считать, сами прочитайте. Мама будто бы разговаривает с Тимошей. Вот посчитайте. Вот тормозните здесь, а потом почитайте. Я буду продёргивать вперёд. Будто бы Тимофей так отвечал. Тимофей может так отвечать. Я знаю, умный мальчик. Всё. Побыл у нас, поехал. Я учил его не втягивать нижнюю губу. Это нехороший признак. Далее. Заводить друзей. У нас тут друзья хорошие. И главное, да и наигналнейшее то, что он не отчислен, а уехал по-хорошему. Десять ударов в колокол. Это, видимо, будет ролик. Я не видел ещё, там должен был снимать вот так. Нигде он не нагрубит. Дежурил он нормально. Всё. Ему не отказано приехать на следующий год. Вот это самая большая ему награда. Может, какая-то подвижка у него есть, заводить товарищей. Но всё время сторониться. Всё время как бы отдельно. Отдельно этот вопрос надо решать. Вот видите, как мама там, какой разговор был. А что тут было по телефону, этого я уже не знаю. Знаю только, что после этого пришлось отказать ей. А чтобы не было выборочно, позвонил отец. Я ему сказал, больше не звони. Тут ему уже в порядке. А то получится, я маме не разрешаю. Вы его вдвоём, с двух сторон-то качаете. Мальчишка-то. Вначале уже всё. Домой хочу. Жеребёнок. Да я к дому приучаю, не к лагерю. Но в лагерь приехал, будь мужествен. Ну и всё. Он показал его крапивой, христалли якобы. А он говорит, ничего этого не было. И милиция слушает, и она видит, что поверили. Не то, что я его надрессировал бы тут. Вот. Ну что у нас тут? В моём мире я показал. Мне понравилась Жанна Исправникова. Как она подписалась чудесно. 25 лет. Мец. Это Франция. То ли город Мец, или что. Замужем за Виктор Савченко. Вот так. Ну это она заменила. Поставила здесь фотографию. Она стоит, венчается у нас у батюшки. Дай бог ей здоровья. Виктор тут хлёшится. Всё покупает. Там тёплый туалет делает. Ну, стараемся его лишний раз не трогать. Он попросил у меня сегодня моих насельников дрова сложить. Ну, ладно уж. Дрова так дрова. Скажу, чтобы лагерные пошли. В школе тоже привяжутся, работают. Да дети должны работать, учиться-то. Зачем паразитов воспитывать-то на дурном. Хорошие ребята у меня все работают. Сегодня я пошлю. Ну, так что, Иоанна, давай, собирайся назад. Ждёт тебя, драгоценный твой, несравненный. Виктору, если так просто сказать-то, сегодня выставят на тор, как у некоторых племён есть. Женихов выставляют, а невесты идут, ощупывают, меряют. До того смешно. Невеста выбирает их. А они как на выставке стоят, там, подтянутые, кольцо в носу. Виктор на выставку, если взять, ему равных никого не будет. Преподаватель разные предметы ведёт. Притом не просто так, а он с заинтересованностью. Спортсмен. И главное, что у него есть, он благовестник был. Какой он миссионер, это уже я не знаю, не могу сказать по сей день. Это звание настолько высокое, что человек должен быть всё время под водительством Духа Божия. Но он далеко проехал, и вот во Франции Бог его наградил. И Анна Исправникова. Ну и он, наш бард, музыкант, сам исполняет, играет и поёт. Так сказать, всё у него есть. Благовестник любит Слово Божие, ездит, проповедует, то другое. Миссионер, не прикасайтесь к этому имени, пока Бог не засвидетельствует. Миссионер – это открытые души. Это благодать Божия. Это тысячи талантов, как говорит Иоанн Златоуст. Сказать не могу, что он миссионер. Я вообще не знаю, что это такое. Но это благовестник. И проповедовать может. Дальше у нас форум. За день. Это за день что было. Максим Степанов. Он это или нет фотографии, мне не даётся проверить. Доброго времени суток, дорогой Игнатий Тихонович. Хотелось бы вас поддержать. Или поддержать. Дэнни написал «поддержать». Поддержать и поддержать – это разные вещи. Материально. Какие есть варианты высылки денежных средств? Заранее благодарю и прошу прощения. Я еврей. Мир вам и вашему дому. Если вся переписка читается, то хотелось бы сказать, что деньги пойдут для ребятишек из лагеря Стана на пряники и халву. Хотелось бы хоть чем-то поддержать ваш труд. Ну, я ему здесь отвечаю. У меня с евреями очень хорошее отношение. Просто хорошее. Одна написала «Чудо Божие! Это израильский народ! И не меньшее чудо, что такой человек есть на меня показывает, где я об евреях отзываюсь и всегда говорю «Не прикасайся к богоизбранному народу! Не прикасайся, только благословляй!» Ну, сразу меня заобвиняли в юдафильстве, там, Лариса Смирнова. Уважаемый Игнатий Тихонович, разрешите мне высказать вам слова огромной благодарности за все, что вы делаете. Я восхищаюсь вами как человеком, как мужчина из большой буквы. Вы очень мудрый человек, грамотный, трудолюбивый. Дай Бог вам здоровья еще на долгие годы терпения и силы. Это не просто красивые слова, а слова, сказанные искренне, от души. Нам очень не хватает таких людей, как вы. Очень приятно было бы с вами поговорить, извините за нескромность. Простите, что отнимаю ваше драгоценное время, благодарю вас. Лариса Смирнова. Это возможно будет, если ничего не изменится, Богу угодно будет, живы-здоровы будем, после 10 октября. Я благодарю за добрые слова. Никаких других не было. Плохие были, меня там мудак называют. Я все выставляю. Что-то трясутся, а меня убрали. Ну, если богохульничает, матерится там. Ну, там какое-то слово не такое сказали, я так и оставляю. Теперь, а зачем вы это выставляете? Оскверняете православный форум? Ну, угодить очень трудно. Одни просят дождя, другие просят погоды хорошие, на пляж пошли. Вот этому я отвечаю. Ну, если почитаете, куда выслать деньги? Вот у меня пластиковая карта, все здесь есть. Вот можете выслать. Целенаправленно стараемся истратить. Как раз в пост у нас это было. Вот сегодня я скажу, чтобы готовились к причастию. Завтра пост кончается, но сегодня вечерняя должна быть. Вот так. И что у нас тут еще? А, вот 24-я страница за этим идет. Ну, это я Ларисе, видимо, ответил. Как раз то, что сейчас сказал. Она даже не открывается. Вот, пожалуйста, не открывается. Вот как папку открывает, не может открыть. Вот видите, не открывается, не открывается. Ну, вот так. Форум большой наш, богатый, 1592 темы. 2346 день. Ну, вот как он выглядит, православный форум. Ну, вот так я и ответил. Я почти в степи, связь аховая. Больше ничего на это сказать не могу. Вот. Ну, а что дальше-то? Мне охота заглянуть в другой раз дальше, что там есть. А она крутит вот на одном месте. И еще дальше не идет. Ну, и, ну, раз не идет, значит, и не сдвинуть. Вот, видите, такая связь. Ну, у меня лучше выходит, чем у Юрия Соболева-то. Видите, я в интернете выставляю много роликов. Но не я заканчиваю, это в других местах заканчиваю. Вот. Что здесь еще? Охота посмотреть, какая посещаемость попутно. Да какая тут мизерная. Мизерная. Вчера было 177. Вот свалилось из тысячи-то сколько. Потому что там я не участвую, не смотрю. Ну, и наш православный видеоканал открытым оком. Вот. Я сейчас посмотрю. Как бы обновлю еще раз. Это 18-12. Ну, вот, смотрите, поставил 51 минуту назад, 29 посещений. 29. Вот. Дальше тут экскурсии будут. Вот. Детский 31. Кто виновен, вор или идиот. 9 роликов выставляю сразу. 9. 9 это большая работа, очень большая. Ну, вот, поехали. Вчера выехали еще было белорусские братья, принявшие крещение. Андрей и Игорь. И батюшки даже. Или батюшка кому-то из них сказал. Ты что такой бледный? Да сердце схватывает. Да что? Да я с Игнатьем пытался работать. Да за ним разве угонишься? Это похвала большая. Они сидят маленько там. Присели через полтора-два часа работы там. Глотуют маленько. А я уже себе на заметку беру. Сидят больше пяти минут. Не положено. Работать надо. Работать приехали в Белоруссию. Поднимите взгляд на Россию. И вы едете в следующий раз. Чудесный будет заново пруд озера приготовлено. Работы очень много, не в проворот. Вот Роман Малиш еще остается здесь. И приехал у меня племянник. Привет ребятишек в лагерь из Киргизии. Подвозят и увозят. Я даже не знаю, сколько надо посчитать будет. Вчера мы здесь опробовали, смакетировали. Когда будет на нас нападение, допустим, отравить милицию. Как скрывать детей, куда бежать, в какие лага, где скрываться, пищу убрать, где прятать детей. И вы это увидите. Кто-то будет смеяться, а кто-то будет плакать. Мы показываем, как нас атакует Роснадзор. Куда детей перевезти, по какому рожеру. Как себя везти. То есть мы прорабатываем разные варианты. Интересно, меня когда допрашивали, я же был по санкции МГБ, Московской КГБ первый раз. И мне всегда говорили, вам бы, в этих органах компетентных, вам бы, Игнатий Тихонович, только у нас работать. Но вот я это все знаю, их системы и как было. И они ничего не могли добиться, когда мы были здесь на свободе. То есть я нигде не лгал, и поэтому лжец должен иметь хорошую память. Но хорошую память это трудно иметь. Если ты женщину познал до брака, голова твоя уже не твоя, она продырявленная от тебя блудом. И кое-что сохранится или нет. Память сохраняет чистота жизни. Чистота жизни. Жизнь в Духе Святом. Тогда и память работает, и все будет. Ну, все как надо. Ну, и показать наше главное сокровище. Это во свете Библии православный библейский сайт. Самое ценное, что у меня есть, это в Фейсбуке, ВКонтакте, где я не бываю, в Одноклассниках. В свой живой журнал работает модератор. У нас примерно, который участвует, я сейчас даже точно не знаю, 15 человек. Это большой коллектив для частных ресурсов. Это большой коллектив. Вот я открываю сейчас посещение. Не посещение, а просмотров. 3 миллиона 16 тысяч. И подписчиков 3 тысячи 940. Ну, кто-то заглядывает, все-таки смотрит. Отклики даже дают. Самое ценное у меня, никогда не создать им, я думаю, никогда. Это 4124 ответа. По четырем параметрам. Что говорит вся Библия, это Библию надо знать почти на зубок. Что говорят жития святых, 1173 жития. Канонические правила, на один и тот же вопрос, и канонические правила 719, и святые отцы, это 300 томов. И плюс знать обстановку политическую, современную, то есть быть в курсе дела. И вот по каждому вопросу я употребляю 4 параметра. Не создать. Надо быть абсолютно свободным. Если есть страх потерять должность, какое бы ты ни был звание, профессор, Осипов или кто-то, ничего тебе не создать. Дух Святой не может работать там, где одно говоришь, а другое таишь. Духу Святому это не угодно. 1% ужатой правды, и ты не раскрылся полностью. Дух Святой полностью покидает человека. Полностью. Там ничего нет. Миссионер может только быть человеком абсолютно независимым ни от кого. Орудием Духа Святого быть. Вот Адам миссионер. Поэтому так они лютуют, что у меня есть это звание. И не мной оно придумано, а теми, кто пришли. Пришли. Вот зимой мне сообщало, сколько разных-разных сектантов пришли в православие. Вот как вы знали, что сказать? Никак не знал. У меня нет образования духовного. И видимо это на благо. Я ничем не подавлен. Я каждый раз у Бога выпрашиваю ответ. Вот сегодня идти на работу. Как? Я уже ночью выпрашиваю у Бога. Вот сегодня 15 минут второго. Все, больше не заснул. Второго ночи. Ну а лег во сколько? Ну в 11-м лег. Лег пораньше. В 11-м часу. Но больше-то нет времени. Вот оно где черпается. Скажет, хвалишься. Я хвалюсь Господом, что знаю Его. Хвалящийся хвалить Господом, что знает Его. Я знаю, что Господь с нечестием не знается. И Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью, как говорит Соломон. Значит, нужно просить у Бога премудрости. И вся премудрость, вся сконцентрирована. И что? Вникай в себя и в учения, и занимайся с ним постоянно. Вот так ты спасешь себя и слушаешь их себя. А не так подделывать под кого-то. Поэтому мне столько вопросов задают. Я здесь уже их не беру. Там о соборе, о патриархе. Ну все, о встрече их. Я доверяюсь моему Богу. Как Господь скажет, так должен сказать я. Что говорит Иеремия. Такие слова. И пророк Михея, мой любимый. Еще раз показываю наше сокровище. И вот здесь вот видно под замком, где идут. Под замками. Это означает нетронутые мною. Их ставят в другом месте. А я только замки снимаю. Итак. Еще что? Книги вот высылаю. Порядок один. Я выслал на книги деньги. Как не получил разрешение не высылать никакие деньги. Порядок один. Сначала человек ознакомится по интернету с книгами. И по адресу и счету переводит сумму за книги и плюс. Плюс за пересылку. Посылает фото квитки. Тут же. И мы высылаем ему книги. У меня к истине 2. В плотной. К истине 2. Моя почта. К истине 2. Ваш точный адрес с индексом и телефоном. Получив книги. Делайте 2-3 фото, где вы лично с книгами. И нам пересылаете. В руках держать книги. Ну а дальше я говорю. Какой у нас счет. Откуда выслать. Электронная пластиковая карта у меня есть. Ну вот такой порядок. Богу нашему слава вовеки. Всё. Вот так. 5-5 градусов. Нет. Это всё.